Везу детей в школу. Посмотрите, какой у нас рассвет. С добрым утром всем. В общем, когда мы выехали, вообще небо было красное, а теперь солнце выходит. В общем, очень-очень красиво. Так я сбросила свои гавриков. Это самое. Когда мы ехали, и был такой красивый рассвет, Анжелика прочитала мне стишок про то, как... Red light at night is sailor's delight. В переводе красный свет... красное небо, знаете. Красный свет ночью это морякам удовольствие, короче. Red light in the morning is sailor's warning. Красный свет по утрам это морякам как предупреждение. В общем, предупреждение, что будет шторм. У нас, по идее, показывает дождь сегодня. Сейчас выглядит все хорошо, красиво. Правда, 38 градусов, но на дождь пока не похоже. Боюсь, это придет как раз тогда, когда дети соберутся идти на фестиваль. Кто-то тут уже сильно-сильно готов к деткам, которые придут и будут бывать. Какое дерево красивое. Здесь красиво. Здесь вот такое. Здесь вот такой дом украшен. А тут вообще мрак. Руки, огоньки сияют из земли, всякие страшилки. А тут паук, он двигается. В общем, люди развлекаются. А у меня ничего не будет. Мы, в общем-то, и не ждем это самое деток, чтобы к нам приходили. Мы обычно уходим в это время в церковь, на фестиваль. Более дружелюбный. И не это самое. Без всяких страшилок. Обычно. Ну, есть иногда, что дети некоторые наряжаются страшненько. Это самое. И к тому времени, когда мы возвращаемся, уже почти никто не приходит к нам. В двери. Муж сразу с дверей. Мужа на работу. Так что смена смен. Это самое. Тринити уже проснулась. Смотрит телевизор. Мне понравилась игрушка. Ага. Не сможем бы в донацию эту игрушку отдать, да? Это самое. В общем, у меня мама пришла. Она помогает. В общем, я буду продолжать работать над своим хламом. Маня! У нас прохладно, но дождя нет. Я надеюсь, может и не будет, дай бог. Это самое. Не будет, да? Это самое. Вообще, хороший осенний день вот такой приятный, солнечный. Так что пошла я работать. Угу. Короче, у меня осталось еще две эти коробки, но я их не смогла засунуть себе в Суборбон, так как места не хватает. Ну, я поехала их донировать. А вот и все. Побежали тучки. Начинается понемножку капать дождь мне на окно. В общем, Анжеликин стишок был прав. К нам идет погода. Ну, в общем, донировала я свои вещи. Мама, одна коробка все-таки разошлась. Не та, что мы заклеили. У нас там одна коробка с игрушками и одеждой. Мама несла в машину и, короче, она развезлась и все попадало. А вот та, что мама была с подсвечниками и это самое. Ну, там разбилось только пару вещей, но все равно. Этот дядька такой, оооо, там вообще не заклеена эта коробка. Такие, мама, мы плохие. Ну, главное, это я уже сделала, сдала. Теперь у меня есть немножко времени перед тем, как в школу ехать за детьми. Я еду в кредитную компанию оплатить машины. Короче, заехала я оплатить за машину. Блин, у этой компании вечно какие-то проблемы с системой. Там Дэни, это самое, кое-что там делал новый, новый лоун. И, короче, они еще не готовы мне дать сумму полную. И я говорю, ладно, тогда я вернусь, когда будет у нас, как после даты, когда надо платить, еще десять дней. Я говорю, вот десять дней будет когда? Он говорит, седьмого числа. Я говорю, я вернусь, седьмого числа. Я надеюсь, вы разберетесь с вашей системой к этому времени. Так что зря я приехала. Приеду через неделю. Сейчас у меня времени совсем мало. Но я думаю, может быть, попробую заехать и оплатить кладовую. Потому что я о ней забыла. И хочу узнать, смогут ли они мне это десять долларов штрафа, это самое, простить сегодня или нет. Короче, Дэни прочитал имейл от них, напоминание уже после шести. А надо было сделать, оплатить до шести. А моя имейл сейчас на телефоне не работает. И у меня нет кому что напоминать. В общем, что-то я забыла. Закрутилась. В общем, еду туда, а потом в школу. В общем, я уже скоро буду около школы. Мне повезло. В общем, десять долларов штрафа. Они отклонили. В общем, разрешается такая поблажка только раз в году. И мужик, когда посмотрел на нашу историю, оказывается, ровно в год, год назад, на Хэллоуин 2016 года, я использовала точно такую же поблажку. Так что прошел ровно год. Я на хулиганила. И это самое. Короче, остановку я крутую сделала. И это самое. В общем, десять долларов они сняли. Ура! Итак, мы почти готовы выходить на осенний фестиваль. Посмотрите, кто я. Я Зак. А посмотрите, кто меня словил. Вот эта серьезная полицейская женщина. И ее верная полицейская собака. Тринька, глянь. Тринь, глянь. Тринь, глянь. There she is. There's a puppy who helped to get me. Джулиет, she's nobody. She's a cross country runner. Ву-ху! Мам, я хочу показать вам что-то. Okay, just a second. Она просто будет добровольствовать, разрисовать лица малышам. Габриэла сделал свой костюм. Последний момент. Он leaf blower. Видите листик? Видите, как он дует на листик? Знаете такие штуки? Я даже не знаю. Есть на Украине такие штуки? Называются leaf blowers. Листья сдуватели. Вот он, листья сдуватели. Их обычно используют в саду. В саду? Ну вот. Его будем использовать в саду. Посадим. Скоро листьев насыпется. Он будет их сдувать. Hold on. Try it. Do it again. Oh, good job! Вытренировала ее. Ай! Аааа, Баба loves her! Cute guys! И вот наша Рэчел Грин! Наша Рэчел Грин. Посмотрите, она сделала себе фартушек такой. Central Park. Ресторан. Окей! Рэдит гоу! В общем, сбрасываю Джулетту. Габриэл с ней пойдет тоже. Окей, седан. Просто ей надо пораньше быть, перед тем, как фестиваль начнется, чтобы она взяла свою позицию и посадили где надо, чтобы рисовать лица. А сейчас я везу Анжелику на ее вечеринку. И потом мы вернемся как раз к тому времени, когда фестиваль начнется. В общем, Анжелика пошла. Она нервничает, потому что большинство детей оттуда она никого не знает. Она знает только пару человек. Все остальные из другой школы. И она немного нервничает. Побежала моя цыпочка. Побежала. Итак, я везу детей на фестиваль. И смотрите, что с ними случилось. Они обе спят. У нас немного моросит дождь. Ну, мы едем. Короче, так как девчонки спят, и у нас дождь, и мне не сильно охота их будить по каре выходить. И я голодная. Я ничего не поела толком, только орешки. У нас от церкви через дорогу есть ресторан Соник. Забегаловка такая. К ней вот так подъезжаешь. Вот к таким вот витринам. По ним заказываешь. И они потом тебе выносят еду. И ты можешь расплатиться здесь прям карточкой. И, в общем, сегодня у них 50% корндоги. Это такая сосиска в тесте. В кукурузном тесте. Ну, короче, я сейчас себе закажу. В общем, это взяла каких-нибудь 10, а может даже 15 минут. Ну, вот мои сосиски. У них сейчас перегрузка из-за их цен. Все приехали к ним покупать эти корндоги. Так, мы на фестивале. Сейчас мы стоим в очереди. Мы будем проходить мимо. А тут машин. Каждая машина продекорирована. И там есть конфеты. Мы будем собирать конфеты у каждой машины. И Тринни, типа, только проснулась и она Крэнки. Четыре конфеты получат. Ура! Еее! Тринни, ты хочешь попробовать? Да. Очень красиво. Хорошо, папа, давай попробуй. Понимаешь? Еще раз. Смотри, она выглядит так холодно. И твоя маленькая носка. Я люблю. Можешь спину на мою руку? Да? Порфектно. Дай ей большую шпу. Порфектно. Попрофектно. Урау. Да отдашму, показываю. Спасибо! Давай спладьте руки. Воз Chaos Пизажи. Попрофектно и письма! Спасибо! Мой ребенок за работой, весует. София тоже. Молодец София, шапочку надела то, что надо. Тут лошадки. Мы пока будем продолжать идти по машинам собирать конфеты. И тут целая линия. Смотрите на эту пиросную собаку. Её слабость А тут у нас муха тащая пустос, сейчас мы ее пойдем. Ready girl, please ever do? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Такую собачку нашли! Вот такой рот с языком, машину так украсили. Будь осторожен, маленький язык, что ты говоришь. Будь осторожен. Субтитры делал DimaTorzok В честь 500 лет того, как Мартин Лютер оставил 35 тезисов своих на католическом церковь. Иначе это как начало протестонизма. Мы вот сделаем такие двери. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Полицейского встретил. И теперь мы идем прыгать! Конфеты насобирали? Мы идем прыгать! Да, ты! Это наш парень! Это наш полицейский офицер! Отлично! Где моя парень? Да, она! Прикольно, что они сделали одну машину для Дня Реформации. Потому что для церкви это больший праздник. Хэллоуин мы пытаемся не праздновать. Это как осенний фестиваль и децятилетие реформации церкви благодаря Лютеркингу. Ну конечно сюда приходят разные люди, но когда зашли в этот двухэтажный автобус, начали выходить и один парень там с такой страшной маской был, ну для детей маленьких, вообще. Я быстро закрыла глаза Триллити и вышла оттуда. А Скарлетт, она, давай на него кричать, я тебя арестую! А сама так боится, выбежала оттуда, как стуля! В общем, веселятся. Она очень плачет, потому что ее, это самый, друг полицейский уходит. Хе-хе-хе-хе-хе. Не плачь, все в порядке! Смотрите, уже здесь минут 15, я ее не могу отсюда вывезти. О, какая она довольная, она уже шляпу потеряла, то есть капюшон. О, посмотрите на собачку! Хат-дог! А-а-а! Белесть! Я не могу поверить, что они продают этот сладкий лед в эту погоду. Холодрыга! Папик пришел, так что я его послала со Скарлетт взять этот сладкий лед, а то она меня задолбала. Не знаю, как она в эту холодру году будет есть, но вкус идет. И что ты делаешь? А-а-а! И что ты ешь? Поехали! О, капец! Она лед есть в эту погоду! Габриэл ест сахарную мату. Ну, это лучше! И что это? Голубая малина. Голубая малина. Говорит, такого же цвета, как и ее костюм. Мы пришли к Софии, чтобы она нам нарисовала лицо, она занята мороженым, а сестра большая рисует Скарлетт, нашей полицейской. Мы решили, чтобы нам нарисовали косточку, потому что каждой собачке нужна косточка. Что ты получишь? Скарлетт, что ты получишь? Кот. Что? Кот. Собачки. Их понесло к лошадкам. Наша собачка села на лошадку. Мы будем кататься. Да, это пони! Ты любишь? Да. Хорошо, хороший пони! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы замерзли. Джульетта замерзла и голодная, так что мы идем в Соника опять, купим себе сосисок. И будем... А кто-то тут куся еда. В общем, она уже сняла свой компенезон. И мы поехали за сосисками. Джульетта забыла свое одеяло. Она принесла одеяло с собой. Наверное, так и не смогла использовать. Хорошо, хоть бы и мне вспомнила. А теперь отсюда едем вот туда. Соник. Итак, мы ждем наших кандугов. А Тринька кушает свои конфеты. А мы здесь, вот видите. Победитель костюма. Вот, посмотрите, какая прелесть. Джульетта заловила, такая ласточка. Так, мы дома. Короче, мы уже на четвертой конфете. Итак, мы приехали домой. Дэнни, кстати, взял Габриэла и Скарлетт до нас. Потому что Габриэла надо было домашку делать. И Скарлетт уже была готова идти. Это самое. Я подождала, пока Джульетта закончит. Самое свое волонтерство. Короче, мы приехали домой. Так классно я села. Дэнни сделал нам горячий чай. Я давай его попивать. Расслабляться. Тут это самое. Анжелика уже готова уходить с вечеринки. Так что, я даже не допила свой чай. Еду забирать ребенка. Итак, мы дома. Дети уже почти спят. И я буду с вами прощаться. В общем, у нас был очень занятый вечер, как вы видели. Холодный вечер. Но я успела нагреться. И теперь буду готовиться в постельку и готовить детей. Ну, одна уже готова. Тринити даже не думает. В общем, спасибо большое за просмотр, вашу поддержку, за ваши классы, за ваши комментарии. А вам спокойной ночи. До новых встреч. И ба-бай.